Снежок, так красиво падает. Меня все снегом присыпало. Я хотела пройти чуть дальше, а там стоит мужик и занимается непристойными делами. Капец. Ну и прогулочка. Я надеюсь, он за мной не идет. Придурки какие-то, люди, которые занимаются этим на публике, блин. Лечиться надо. Совсем неожиданно к нам приедет сейчас друг с Камчатки. На самом деле он, о господи, он тоже с бывшей Украины, ездит на заработки на Камчатку и часто заезжает к нам в гости. Ждали мы его на выходные, но неожиданно он приехал именно сегодня. Такой любитель эффекта неожиданности. Мне вот интересно, почему люди подумали, что если я отказываюсь от денег, которые мне предлагают якобы безвозмездно, то у меня все хорошо с финансовым положением. Что я богачка. Раз у меня все зашибись, то значит да, действительно можно отказаться от денег. Я отказываюсь не поэтому. Знаете, лишние деньги никогда бы не помешали. Но таким образом я не хочу их. Деньги от чужих людей я никогда не получала. Поэтому для меня этот вопрос и имел место быть. Поэтому я с вами и поделилась своими мыслями. Но это не значит, что у меня все круто, у меня все на мази. Я вообще среднестатистический обычный житель России. Среднестатистические люди, они не купаются в деньгах. Почему я подняла эту тему? Потому что меня просто умиляют люди, которые думают, что если человек отказывается от денег, значит он либо дурной, либо у него все есть, у него все зашибись. Но нет, иногда еще бывает совесть. Жаль, что не все об этом чувстве знают. Наше человечество подзабыло это. Ну скорее всего да, судя по комментариям. Вот так мы и живем, как цыгане. Ой, блин, я уже дочитываю почти книгу. Вот эту. Следующая книга «Правила крови». Я обошла все у нас магазины «Читай город», которые только я знаю и не нашла нифига. Нужно будет, наверное, заказывать. Потому что этой осталось совсем чуть-чуть. И хочется, чтобы в запасе уже было что-то другое, чтобы продолжать читать, не останавливаться. Потому что эта книга мне очень понравилась. И, кстати, у меня новинка появилась. Это одна книга Лукьяненко. В одной книге здесь две истории. «Холодные берега» и «Близится утро». Мне посоветовал молодой человек мою эту книгу. Вернее, эти две истории. И он говорит, что они крутые. Будем надеяться. Все равно я хочу дочитать «Тайный город» уже. Все книги именно. А потом читать что-то другое. Ну вот если вдруг даже и заказать не получится, то, может быть, начну эту читать. Раньше в «Читай город» привозили часто книги. И обновлялись они чаще, мне кажется. Сейчас что-то прям беда какая-то. Я не один день ходила. Я несколько раз приходила в одни и те же магазины. Тщетно. Все гости разъехались. Вчера целый день наводила порядки. Такой генеральный прям ударный день был. Сейчас у меня стирка достируется. Последняя. Вчера аж три было. Засрались. На улице у нас такой ветер. Снег идет. Я думала, сегодня выйти слепить снеговика. Но что-то, короче, никак. По поводу книги. Я недавно зашла на портал «Читай город». Думала там заказать. Но там есть такая функция. Посмотреть, в каких магазинах, какого города есть данная книга. Нашла, что в одном месте у нас, в Воронеже, остался экземпляр именно вот этой книги, которая мне нужна. И, соответственно, я вчера поехала, приобрела ее. Та-да! Уже в предвкушении. Потому что, которую я читаю сейчас, это книга просто вот что-то с чем-то. Или я просто настолько эмоционально. Либо книга просто настолько покоряет мозг, я уже и плакала, я уже и смеялась. Думаю, что от этой книги у меня будут вообще шикарные эмоции. Как будто вы просто смотрите сериал, и вы знакомы с этими героями уже настолько близко, что вы сочувствуете им, переживаете, вы их любите, вы их ненавидите местами. Когда я показала, что я прочитала очередную книгу, мне кто-то написал, что я якобы читаю бумажные книги, это прошлый век. Я вам так скажу, прошлый век — это как раз-таки электронные книги. А вот эта, во-первых, никогда не умирала, и во-вторых, остается с нами навсегда. Да, это может быть не настолько практично, как электронная книга, которую вы носите с собой в рюкзаке, в сумке, в кармане даже, да. Я эти книги с собой ношу, вожу везде. Куда я только не ездила, я брала с собой книгу, меня это просто радовало. Я читала при любой возможности. Бумажную книгу ты просто чувствуешь, ты осязаешь её, и запах. Честно, я так раньше его ненавидела, этот запах, именно ещё по школе. Меня он просто выбешивал. Наверное, потому что нам задавали чуть ли не каждый день кучу всего прочитать. Тем более то, что мне неинтересно было читать. Честно скажу, когда меня не завлекает что-то, когда мне неинтересно что-то, я не очень люблю читать. Я даже могу прочитать, но не вникну абсолютно в написанное. Хотя бывает такое, что вникнула сейчас и через 5 минут забыла. Короче, заставлять меня — это бессмысленно. Я потренилась, всё сделала, как положено. Совесть моя чиста, но я не могу помыться. Дочитала. Вперёд к новым историям. Только что сняла макияж, вернее, тестирую средство новое. Да, я тут уже и поесть успела. И не спрашивайте, почему здесь тряпка. Я делаю всё-всё сразу. Мне сейчас нужно посушить волосы. И сделать это нужно очень быстро. Как вы заметили, у нас квартира вообще никак не украшена. Я надеюсь, к Новому году я как раз-таки украшу, что-то сделаю. Потому что я хочу уже новогоднего настроения, Новый год в своей хотя бы конуре. Но на это пока нет времени. Надо нанести масло на волосы. Выбегать, наверное. Даже не успею посушить. Не поверите, иду в Уитеру за умывалкой и тоником. Дожилась. А больше ж нигде нет ничего. Пока поделала все свои дела. Только сейчас иду сдавать камеру. Вообще ищу место это. Где оно? Отдала, сказали, через неделю вроде бы как сломан объектив. Это будет печально. По-моему, ремонт объектива будет в стоимость входить самого фотоаппарата. Мы не хотели ставить ёлку в этом году. Потому что съёмная квартира и вот эта дешёвая ёлка из фикс-прайса как-то не очень. Ну, в общем, я не выдержала. И что вы думаете? Кстати, пошла только что в фикс-прайс. Затарилась. Вообще, надеюсь, меня там видно. Так. Я сейчас убегаю, блин. Снова дома. Гора посуды. Не наготовила еды на завтра. И снова куда-то бегу. Хозяйка ещё та. Разгребу сейчас все покупки. И мы с молодым человеком бегом, снова бегом на мультфильм. В общем, я напишу где-нибудь здесь его название. Очень хотели его посмотреть. Тем более, в кинотеатрах ничего такого интересного больше для нас нет. Буду завтра, наверное, снимать обзор на мультик, если он мне понравится. Или не понравится. Короче, побежала я. Боже, сегодня не менее какой-то бешеный день. Я так и не могу не смонтировать видео, ничего. Я уже устала от этой метушни. Подарки, дела какие-то свои. И по документам. Ну, ёлки-палки. Звонила такси, блин, и сбросила почему-то. Так, всё должно работать. Сделала я фотик. Вернее, сделали. Отвалила 2000. В общем, всё с ним пока хорошо. Пока работает, проверила. Теперь буду на свою нормальную камеру снимать. Хочу пожаловаться пока. Помню. Ехала на такси в сервисный центр. Мало того, что водитель сидел всё это время, смотрел видосы, пока вёз меня. Мне тоже как-то не по себе стало. И плюс ещё у него с 200 рублей не было сдачи. Там, по-моему, 35 рублей или 37. У вас без сдачи или со сдачей? Вообще какие-то наглые. Вас подвозить прям туда по адресу или вы здесь выйдете? Что за наглость вообще какая-то? Шурую домой. Купила ёлку нормальную. Не из фикс-прайса. Будем наряжать. Замёрзла. Ужас. Съесть хочу. Надышалась всяких духов. Теперь голова болит. В автобусе чуть не уснула. Вернулась моя малышка, на которую я сейчас снимаю. Я надеюсь, со звуком всё нормально. В сервисе не могла достойно оценить звук, который я там записала. Я надеюсь, что будет всё окей. Как вам новый фон? Сняла второе видео. Нужно это всё убирать. Каждый раз перед видео вешать. Убирать после. Сняла видео про парфюм. Так что ждите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...